15 лет, тысячи подписанных соглашений и миллиарды вложены в экономику региона. Инвестиционный форум в Сочи уже давно окрестили главным экономическим событием года. Представители бизнес-элиты и политические деятели собираются, чтобы не только обсудить международные вопросы и проблемы, но ищут конкретные пути решения. За годы существования форум набирал обороты, количество гостей и портфель представленных проектов увеличивался, а интерес инвесторов к Краснодарскому краю становился все больше. К примеру, на первый саммит Дагомыс приехали 500 человек. Регион представил 70 проектов. В результате 8 подписанных инвестсоглашений на общую сумму 30 миллионов долларов. Спустя 10 лет количество участников увеличилось в 14 раз, соответственно и договоров, и сумма в портфеле края тоже. В 2014 форум проходил период непростых экономических и геополитических событий в стране и мире. Однако санкции не помешали бизнесменам из других стран подать заявку на участие. 15-й юбилейный форум по своей программе был не менее насыщенным и продуктивным, чем предыдущий. Однако власти края пошли по пути лучше меньше, но качественнее и сократили количество проектов в 4 раза. При этом сумма привлеченных инвестиций стала больше и составила 760 миллиардов рублей. Деловая программа Краснодарского края стала очень важной и интересной и полноценной составляющей общей федеральной программы форума. Если же говорить, кстати, об экспозиции Краснодарского края, то ее в этом году очень выгодно отличали, скажем так, новые технические и технологические решения. И в итоге ее притягательность для посетителей была намного выше и интереснее. Сочинский инвестсаммит поменял название и даты проведения. Теперь он не международный, а российский инвестиционный форум. И следующая встреча и бизнес-элиты на берегу Черного моря пройдет ровно через два месяца, в феврале. Времени осталось мало, но необходимо приложить все усилия, чтобы нынешний саммит прошел так же продуктивно для края, как и прошлый, отметил губернатор на совещании по подготовке к форуму. Ставку власти региона делают на проекты, привязанные к транспортной инфраструктуре и техническим возможностям районов. Вениамин Кондратьев еще раз напоминает главу муниципалитетов. На форум надо привезти реальные проекты, а не воздушные замки. Принцип остается прежним. Не важно количество проектов, а важно их качество. Это уже слоган, который должен стать для муниципальных образований края основным ключом к успеху. Именно вот так. Не количество, а качество проектов. А самое главное их реализация, я уже об этом сказал. Коллеги, ну и исходя из практики, тоже оторванные от жизни проекты тоже не нужно готовить. Я говорю, что не нужны проекты, нужны проекты. Потому что проекты это то, что красиво на рисунке, красиво на бумаге, а реально никогда не реализуемо. Экономический форум это реальная возможность для муниципалитетов привлечь на свои территории инвесторов. Новые объекты это новые рабочие места и налоги в казну. Поэтому губернатор еще раз напоминает, все проекты должны быть детально проработаны и иметь свою дорожную карту. В этом году собственные средства муниципалитеты будут тратить только на изготовление буклетов и рекламы. А презентация инвестиционного потенциала, постройка экспозиции для них бесплатна. А от районов требуется только проект, который действительно привлечет крупных инвесторов. Мы предлагаем нижний предел объема инвестиций по тому или иному проекту, который будет заключать главы муниципальных образований, не менее 20 миллионов рублей. Почему? Потому что в рамках последнего форума, который был в этом году, в 2016, более 30 соглашений были на сумму порядка от полутора, двух, трех, четырех миллионов рублей. На наш взгляд это не те инвестиционные проекты, которые могут внести существенный вклад в экономику того или иного муниципального образования. Времени осталось мало, так что муниципалитетам придется поторопиться. 2017-й в России объявлен годом экологии. Стенд Краснодарского края будет оформлен соответственно, как зеленая экономика. Одним словом, регион комфортный для жизни, работы и отдыха. На форуме отдельно будут представлены экспозиции Краснодара, Сочи и Новороссийска. Все инвест-предложения должны быть представлены в единую информационную систему до 1 февраля.